карлики у здоровенькие булы давненько я не делал анбоксинги и сегодня самое время сделать анбоксинг на мое новое приобретение которую вы уже естественно сами видите естественно уже даже прочитали заголовок этого видео это моя новая клавиатура данный анбоксинг я выложу на второстепенный канал paramous trash потому что это всего лишь клавиатура и тем более это дешевая клавиатура была бы хотя бы дорогая клавиатура я бы конечно выложил на центральный канал но это всего же дешевая клавиатура который стоит буквально тысяча рублей тысячу рублей вот и за одну тысячу рублей конечно укладывать на центральный канал не стоит вот поэтому не пишите в комментах почему я такой топовый контент выкладываю не на основной канал. Чем меня данная клавиатура привлекла? Давайте откроем, потому что лучше смотреть приятнее на саму клавиатуру, чем на коробку. Она меня привлекла просто банально приятным дизайном. Я уже давно посматривал на какую-то обычную мембранную клавиатуру, потому что карлики с тех пор, как я купил вот эту супер... Ну, мне ее подарили супер клаву Райзер. Она стоит там порядка 15 тысяч рублей. Может, даже дороже. Мне с самого первого дня начали писать, что ах ты, Ванек! Че она такая шумная? Че за печатная машинка? И так далее, и так далее. И это я ее в 15-м году, соответственно, приобрел летом. И 6 лет мне вот это пишут. Ты задолбал, смени клаву, туда-сюда. Я вначале-то я не хотел, потому что я мечтал о такой клаве механической, с подсветкой. Я помню, как я к Виджелинку съездил на топ-хату, а у него уже была Райзер, а у него была обычная зеленая первая вот, которые появились такие, с зеленой подсветкой. Они такие же были, но и зеленые просто подсветки. У меня хрома, да, то есть подсветка всеми цветами радуги играет. А у него была обычная зеленая, но она мне понравилась. Я почитал, такой, ой, это суперкрутая тема, захотелось. У нее потом подарили. Я был счастлив, доволен, кайфовал. Но вот это вот постоянно печатание, ну, меня это вообще не раздражало, но людей раздражало. А последнее время еще такие проблемы пошли, что у нее клавиши стали отказывать. Хотя, казалось бы, механик, она для того и нужна, чтобы вечно работать. Но у нее клавиши стали отказывать. Причем не то, чтобы они прям полностью стали отказывать. Знаете, как вот было, вот реально. Был так, что часть клавиш, то ли я ее помыл тогда, то ли, черт, вот, ну я мыл, блин, не сахаром же ее. Вроде я ничего не проливал на нее. Ну, не помню, как дело было. Я помню, что я немножко мыл, я ее разбирал, клавиши, но не все, не все, я откидывал. И вот, когда собрал, они часть перестали печатать. Хотя, казалось бы, ну, открепил ты, да, клавишу. Поставил обратно, же, свитч, да, свитч. И что ему будет? Ну, они не работали. И потом они почему начинали работать? Ну, не полностью. У меня вот этот вот блок, блядь, включил кумб. Сейчас будет шуметь, сейчас буду отключать. Левая клавиша плохо работала. Или нижняя. Я когда в форцию играл, она постоянно, а, вот, низ не нажимался, и меня это бесило. Я в итоге переназначил вот на эти клавиши, но это пипец, это, ну, это куда это годится. Это механическая клава, которая должна работать 120 лет. Вот в чем минус, кстати, царь монитра, что ему нужно включать его кнопочкой, и вот я сейчас случайно включил, мне нужно перевести в спящий режим. Но для этого мне нам вначале включить царь монитр, потом вот перевести в спящий режим, и потом царь монитр выключить. То есть лишнее телодвижение. Вот. Сейчас О-буква перестала работать очень сильно. Почему до этого работала? А сейчас прям отказывается. Ну, работает, но плохо. И вот тут я уже не знаю. Я тут недавно вроде по ней ебнул, вот так вот, да, кулаком. Но ты когда кулаком даже херач, да, ну, в рейдже, ты ударяешь не по одной клавиши, а по всем, и она распределяется. Я же не прям со всей дури, но сильно, но... Но я не помню точно из-за этого, не из-за этого. Но факт, что перестала работать. И какие-то другие клавиши тоже как-то херово уже работают. Очень сильно это бесит. И опять же, учитывая стоимость клавы, это очень печально. А до этого, на самом деле, все нормально работало. Я такой думал, блин, вот, ну, качество туда-сюда работает, как часы, да, годами. Но в последнее время что-то стал подводить. И давно я уже несколько лет планировал, но как-то выбирал, что-то пытался. Я все время выбираю с хорошим дизайном. Недавно, вот, помню, выбирал. Как раз вот, когда вот первый раз сломались, это было еще несколько месяцев назад. Перестали работать. Я стал выбирать, что-то выбирал, там, одну какую-то выбрал, ну, тысяч за 5-7, думаю, ну, ладно, может, потом как куплю, я не охота что-то отложил. А сейчас вот букву О перестал. Я просто зашел в ДНС и думаю, да, я гляну заодно клавой. Зашел так чисто, что, поглядеть просто. И увидел ее. И, блин, как она мне понравилась. Я думаю, блин, а сколько она стоит? Ну, думаю, блин, такая классная клава, можно даже тысяч три отдать. Ну, вряд ли она больше будет стоить. А там цен не было. Ну, я сразу зашел на сайт, на мобиле, на ДНС смотрю, а она стоила там 1600 или 1700 рублей. Ну, 1600 с чем-то. Я так думаю, а, ну, блин, так дешево, я подумал, ни хера себе, так дешево. Офигеть, такой дизайн и так дешево стоит. А раньше с таким дизайном это были топ клавиатуры ну, лет 15 назад. В середине нулевых, в 2005, в 2007, я не помню точно. Я помню, такие клавы были, возможно, тоже Logitech. С таким же дизайном и они были топовыми, они были очень дорогими. То есть они тогда стоили 5-7 тысяч рублей, по-моему, я точно не помню, может, ну, 5 тысяч. Но это до курса, то есть как сейчас в два раза. То есть как сейчас 10-15 тысяч рублей. Они были топовыми. Именно вот с таким дизайном. Это дизайн, ну, я так называю, не знаю, может, как это еще называется. Я бы его назвал лезвие. Лезвие Blade. Видите, оно как лезвие сюда идет. Так, некуда здесь. Вот как лезвие идет, да, как бы. И низкий профиль клавиш. Низкий профиль, да, нестандартный. Как у меня первая клава была дешевая. и там первые две дешевые. То есть стандартные вот эти дешевые, шпанские клава, да, которые даже до 100-200-300 рублей. А еще они рублей 700 стоят. А это стоит 1000 рублей. Ну, как 1000, да, вот я сказал, она там 1600 стоила. Ну, я такой думаю, блядь, да, на Яндекс.Маркете, по-сам, это же ДНС. Он не славится низкими ценами. Хотя именно там 30-80 продавали по рекомендованной цене. Но, ладно, посмотрел, косарь всего стоит. надо было куда-то съесть. Ну, я съездил, купил я в Никсе. Сразу так. Реклама, не реклама. В Никсе тоже не всегда особо хорошие цены, но в данном случае была одна из самых низких цены именно в Никсе. Ну, и там довольно-таки близко было добираться. Потому что, часто там, ну, низкие цены, и там может быть просто интернет-магазин, у которого нету, нельзя приехать и забрать. Нужно заказывать там. Это геморрой. Я хотел просто приехать и забрать. Вот, это был Никс, подходил еще к Player.ru, но в Player.ru, как знаете, как там, если по интернет-магазину там дешевле, но тебе придется доставку платить 300 рублей там. А если забирать, то это дороже. И там получалось, что если забирать, она стоила 1258 рублей. Я не поехал. Хотя они рядом. Кто знает, раньше Никс, я не знаю, на автозаводской он всегда был или не был, но сейчас он там есть, и он в соседнем здании с Player.ru. Ну, может не в соседнем, но там метров 100-200, короче. В одном месте сразу две такие компашки. Вот. Хотя я обычно на Алексеевский ходил, в Никс. Но там не очень удобно, там от метро довольно-таки далеко идти. Вот, съездил, купил, и уже доволен как слон. Хотя я еще не сидел, но, понимаете, у меня к этой клаве не будет никаких претензий. Она стоит 1000 рублей. Какие могут быть претензии к клаве, которые тебе визуально дико нравятся, и при этом она стоит 1000 рублей после удешевления доллара двоичного, да, в 2014 году, и сейчас вот еще в 2020 году, когда он с 60, ну, по сути, с 60 рублей, да, подорожал до, ну, сейчас 75. Ну, то есть, извините меня, на четверть тоже немало. И она стоит 1000 рублей. Ну, и, естественно, на USB. PS2 уже давно нет. Поэтому к ней меня не будет никаких претензий. как вот она по звуку? Ну, стандартно мембранное, да, довольно-таки тихо, ну, что-то слышно. Сейчас многие карлики хитрые будут писать, а что ты не воспользовался Broadcast NVIDIA, там же есть шумоподавление. Вы, пиздец, не такие одни умные. Я уже давно про это знаю, и NVIDIA Broadcast я давно использую, установил я его практически сразу, как он вышел. И вначале я его устанавливал, я его еще давно установил, когда вот он вот ради этой функции, а потом вышла функция Chromakey, которую я сейчас использую. И это был обновленный Broadcast, я его тоже обновил и стал использовать. Вот, соответственно, это было там полгода назад или когда, это вот именно уже с Chromakey. А до этого он был микрофон, я его скачивал в микрофон, и это было там, ну, не знаю, год назад. И это работало как раз на, ну, я уж не помню, может, Chromakey работал на тензорных ядрах, вот, T, да, T, BOOM. Может, и шумоподавление работало, я вообще не помню. Но я-то скачал, мне посоветовали, да, мне Antim CMDR, кстати, посоветовал это. Ну, и не только он, он мне тоже, он мне это даже продемонстрировал, вроде как, не помню, но я еще до этого, по-моему, мне карлики уже писали, Broadcast, я попробовал. И что, я не буду вам в этом видео, тем более, на Mastresh приводить, но я вам скажу, как это работает. А именно, когда ты печатаешь, он в первые секунды слышно, но подавленный. То есть, вот не эти щелчки мощные, да, от печатной машинки, а подавленные, писклявые такие, как комарик. И при этом, когда печатаешь и когда говоришь одновременно, да, у тебя голос очень сильно искажается и качество голоса очень сильно падает, прям очень сильно. Вот я, медведь на ухо наступил и даже я очень сильно слышу. И плюс, в первые моменты оно еще даже вот этот скрип какой-то там раздается, как будто скрипит несмазанная дверь. Понимаете? То есть, там уже нету этого полного звука, да, я не буду себя сжать, потому что просыпается комп. Но, там скрип раздается и потом этот скрип пропадает, но во все моменты, когда ты жмешь, у тебя качество голоса становится как, ну, примерно, ну, не прям так, но, вот, чтобы представить вам, как магнитофон, вот, были старинные, на ленте, да, у меня, кстати, нога тут видна, да, короче, это такой этот, как его, пасхалка, ёпта, я знаю, вы уже будете писать, я только сейчас заметил, а вы уже пишите в комментариях, пошли вы нахуй, блядь, кто так пишет, понял ли, вот, короче, я дома в тапочках за 200 рублей вьетнамки, ёпта, потому что это очень удобно, они не воняют, потому что если обычные тряпичные вы используете, то они со временем начинают вонять, и даже если их постирать, они все равно начинают вонять, и так далее, а это хуйня похуй, короче, лайфхак вам от Маслакова, короче, блядь, и очень, прям вот, короче, магнитная лента, да, вот эти были магнитофон, как они, блядь, назывались, и вот когда зажеванная, да, ну, кто знает, ну, вы зумерки, вы, наверное, не знаете, но вот я, олд, знаю, были у меня все это, и реально, и зажевывало, блядь, особенно советское говно, советские кассеты зажевывало, такой низкой качественной их был, ну, ладно, не про это видосик, зажевывало, и потом когда-то ее, блядь, распрямяло руками, делало, вот эта вот хуйня была, и вот здесь, ну, не прям так же, не так хуёво, ну, прям реально вот, хуёво, блядь, я это счета заметил, и вот сейчас, перед этим видео, я специально думаю, нет, блядь, а дай еще раз попробую, может они что-то новое алгоритм ввели, может еще что-то, я дай попробую, думаю, блядь, ну, я все равно бы эту клаву стал юзать, но думаю, дай попробую, ну, то, что я говорю, в этой клаве уже, блядь, клавиши перестали работать, некоторые работают, не понимаю, вот АМО стал работать, блядь, жми, блядь, кувалдой нахуй, низ вообще практически не работает, а у меня это тормоз на форце, потому что я играю так, я не играю вот этим, я играю пробелы вот этим, блядь, заебало это, если честно, вот, и реально попробовал, и вот все, что я вам сейчас перечислил, это вот прям вот свежий, вот буквально за час до видео, за полчаса я это сделал, специально несколько раз записал, прям вот, хуёвое качество, и для стрима может быть годится, хотя, ну, как бы, блядь, реально качество, ну, древний век, да, как будто там что-то пищит, зажевывает, и вообще качество очень сильно падает, то есть, вот момент, когда ты жмешь, у тебя накладывается, когда ты не жмешь, все нормально, да, там голос такой же, но когда ты жмешь, все накладывается, и это никуда не годится, конечно, ты жмешь, там может не так часто, но все равно жмешь, то есть, я-то там специально для теста я сильно жал, да, но в реале ты не так сильно жмешь, но это, блин, постоянно, да, если ты играешь в Counter Strike, вот, я, короче, купил эту клауну, поняли, да, дико красивая, причем стоит всего 1000 рублей, пипец, рекомендую, и вот тут есть, видите, подставка для ладони, это удобно, вот эта вот часть, да, когда ты вот так вот, это более удобно, чем тут такой нету, небольшой свес есть, но хотя бы небольшой есть, потому что на многих клаунах сейчас делают вообще вот этого свеса, нет сразу впритык, а такие еще клауны есть, вот без этого блока, это тоже фуфло ебаная, потому что этот блок, это нормальная тема, в некоторых вещах, что-то можно набирать, в каких-то играх можно назначать, это вот эти клавиши, они очень важные, но блок тут, все дела, короче, вот, дико, то есть до этого я что-то выбирал, там, ну я тысяч за пять что-то выбрал, там, какой-то тоже симпатичный, я думаю, с таким же примерно дизайном, я аж не помню, это несколько месяцев назад было, а тут пришел просто, думаю, дай гляну, может что увижу, не надеялся даже, думаю, ну ладно, дай что, гляну, глянул, я сразу влюбился в эту клаву, потому что этот дизайн, я говорю, это в середине нулевых, я не помню, когда, то есть может в десятых в начале, это был топовый дизайн, такие клавы, они были от Logitech, они стоили до хуя, то есть они тогда стоили по пять, может даже по десять тысяч рублей, напишите, кто помнит, они стоили до хера, кто-то из вас, я уверен, покупал, просто уверен, они стоили до хера, это был топовый дизайн, он был только в дорогих клавах, в дешевых не было, сейчас он тысяча рублей стоит, и эти клавы не ломаются, у меня вот до этого, которая клава была, в 2009 году я ее купил, и вот в пятом сменил, шесть лет, так она была как новая, у нее таких проблем, я не помню, да, она уже была там зачуханной, там, изначально она была дешевой, но я не помню, что у нее были проблемы с нажатием, может какие-то и были, она у меня до сих пор, наверное, валяется, хотя может и выкинул, не, наверное, выкинул уже недавно, вот я разбирал вещи, не помню, но я не помню таких проблем, понимаете, я сменил, потому что вот эту клаву купил, да, она, эта клава, конечно, она охуенная в плане вау эффекта, когда она новая, когда у нее все работает, да, она и сейчас, я ее чистил, она, она визуально-то, она тоже, можно сказать, ну, может не как новая, я там разбирал, но не все клавиши, чтобы не заебаться, я там чистил прям внутри, в пыль, вот это все говно убирал, вот, ну, блин, уже клавиши что-то стали, я не знаю, почему ломаться, даже если я что-то капнул там, это свитч, он должна, он для этого и сделан, понимаете, вот, в итоге, я сейчас эту клаву пока что уберу, я ее не выкидываю, в любом случае, в любом случае, довольно-таки дорогая, даже с учетом всех там проблем, может, я к ней потом вернусь, но пока что я посижу на этой клаве, и вы, наконец-то, кайф ощутите, потому что, ну, вы это не ощутите, да, хорошее всегда, воспринимаешь как должное, потому что, когда вот вас это раздражает, сверчки, вы об этом пишите, но когда их не будет, вы и не будете писать, что, о, Маслаков, наконец-то, ну, кто-то напишет, да, кто-то 2-3 карлика напишет, но остальные воспринимут, как должное, но тем не менее, вот, это так и есть, когда качество, ты качество воспринимаешь как должное, помню, мне вот этот фотоаппарат, они хотели донатить, говорил, у тебя так нормальное качество, ну, вы теперь посмотрите, то, что я снимал до этого фотоаппарата, ну, в 2014 году аналитики, вот, когда при томном особенно свете, вы посмотрите качество, посмотрите. Они станете с этим фойтиком. И это тоже не топовый фойтик. Вот. Поэтому это все нужно. Вот. Вот, в общем, сейчас буду ее применять. Надеюсь, уже будет тихо это все. Все равно какие-то звуки они не издают. Но это стандартные звуки. Все стандартные звуки. Они уже так щелкать не будут. Это уже практически не будет слышно. Вот. Сам главный дизайн. Дизайн охеренный. Вообще кайфовый. Топовый. Может быть, он чуть-чуть ухудшенный. Но как? Чуть-чуть. Вот эта плоскость, но это примитивная. Лезвие. Оно и есть. Это топовое. И лоу-профиль. Все есть. Тут может быть что-нибудь другое. Закругленное. Оно так и модно сейчас. Вот эти закругленные клавиши. Не полностью квадратные. Может, чуть буковки более примитивно написаны. Но в целом топовый дизайн. Декораты. Даже более того, вам секрет скажу. Купил я ее или даже не купил. И вот на днях я в одном месте был. И там у одной тетки в казенном месте и у нее была вот такая клава. Я охерел просто. Она, наверное, себе лично купил. Но тетка прошаренная. Потому что вряд ли это... Я сомневаюсь, что это государство такие клава купила. А у нее была сама лично купила. Я вот с этого ошалел. Думаю, нифига себе. Я вот только купила. А тут уже тетка прошаренная. У нее такая клава. Вот я лох. Вот такая вот. Рад. Реально рад. Наконец-то карлики. Карлики будут еще больше. Рады. Лайки мне будут ставить. И за этот ролик ставьте лайк. Пишите коммент для продвижения. Лайк и коммент для продвижения. Вы же хотите, чтобы я продвинулся. Понимаешь, чтобы я слабогатым купил ламборгини и все такое. Хотите? Я знаю, карлики. Все. За всем прощаюсь. Искренне. Ваш Маслаков. Покеда вам.